23 января 2023 год, на улице минус 16, 10 часов, я уже сходил в душ, сейчас буду пить кофе, все спят, это хорошее такое утречко спокойное, на улице тишина. Хороший такой воздух, снега в этом году достаточно много, вчера здесь убирал елку новогоднюю и сразу так место освободилось, больше все стало, совсем другие ощущения. Каждый год у нас с этой елкой очень долго ее не убираем, потому что просто в ламы это делать и как будто она стоит и стоит, вот в этом году решил так не делать. Сидел-сидел, думал-думал, ну все, ладно, короче, убираю елку, а то так до следующей зимы простоит и все, убрали, зачистили. Сейчас будем пить кофеечек утренний, нам принесли молока, два дня молока не приносили, не получалось там привезти человеку и все уже дома паника. Молоко, молоко, вот, вот, пять бутылок сейчас привезли и вот часть молока налил, кофе. Мы сейчас настолько привыкли к деревенскому молоку, что для меня магазинное это просто, ну, бессмысленное молоко. Вот пять бутылок, одно козье, вот, вот это идет козье, оно посветлее будет. Тут 150 рублей литр, эти все по 100 рублей, вот 550 рублей я отдал, оно того стоит. Вот, и я делаю кофе как раз-таки из этого молока. И вот пару дней назад вот тот человек, который нам привозит молоко, он работает здесь. У нас управляющая компания и здесь производится уборка, газон косят, в общем, сотрудники. Один из сотрудников, они приезжают из пригорода каждого утра. Вот, и у них дома есть корова. Две коровы, козы, вот, и он как-то предложил, говорит, у меня есть коровье молоко, если хочешь, вот. И мы и так вот, сколько он здесь работает, столько у него и заказываем коровье молоко это. И тут так получается, что он пришел, говорит, Эдгар, можно у тебя деньги оставлю? Я заказал сюда этот генератор, бензиновый генератор. И деньги мне оставил там, что-то 25 тысяч, что ли. И так вот, что-то разговариваем, разговариваем, говорю, ладно, я приму, потому что они уезжают, а здесь у них администрация. Вот, чтобы они привезли, я там оставил генератор, оплатил. Он себе домой покупает, потому что периодически там свет выключают, чтобы было. И он такой говорит, а эти деньги, знаешь, вот я заработал, вот тебе молоко продавал. Я думаю, вот, отличненько. Он говорит, нормально, ничего, что я тебе эти деньги оставляю, тебя попрошу. Я говорю, конечно, нормально, что твои деньги ты заработал. Короче, я ему, получается, за какой-то период, вот он копил, 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 молоко продавал. Вот 25 тысяч там что-то накопил и на эти деньги заказал себе бензиновый генератор домой. Вот, очень такой радостный был вообще. Я радостный, что он радостный. Такой нормальный круговорот. Человек вот привозит молоко, дети у меня радостные, это для здоровья хорошо. Он заработал честно себе на генератор. Вот. Так вот. Вот человек держит корову. Купил себе генератор. А я пью кофеечек, делаю себе великолепное капучино из вот этого вот молока. У нас два дня молока не было, он не мог никак приехать там. И мы заезжали когда в магазин. Никто не хотел покупать магазинное молоко. Типа, ладно, дождемся. Дождемся молоко, которое вот сегодня это молоко приехало. Я даже кофе не пил, ждал пока это молоко будет, чтобы сделать капучино. Так. Вот хорошие вещи. Вот такой если бы все пили, а вот коровь, молоко, он нормальный хлеб. Никаких проблем бы у людей не было, никаких болезней, ничего. Пол двенадцатого. Я уже попил кофеечек. Сидел на массажном кресле. Тут можно на кресле делать разные массажи. Много всяких разных вариантов включается. Уже несколько лет у нас такое кресло. Тут есть вот автоматический режим. Можете выбирать. Всякий разный. И ставится здесь на 20 минут, на полчаса. Ну на сколько настроить. Я там настроил на полчаса. И в течение дня мы периодически садимся и делаем массаж. Просто обалденная штука. Если будет такая возможность, что-то наподобие, такое проще или еще лучше, обязательно организуйте дома. Это просто незаменимая вещь. Не нужны никакие массажисты. Куда-то тащиться там. Может быть, конечно, когда делать человек массаж. Ну как бы вот конкретно. Человеческая рука. Ну получше, конечно, будет. Вот. Потому что эта техника, она не настолько может как изгибаться как человек. Но я не люблю, когда меня трогают другие люди. Вот. Ну просто чужой человек какой. Будь то женщина там или мужик, приходишь на этот массаж. И тебе делает какой-то левый человек массаж там. Не знаю. Это мой личный загон, но мне не нравится. Вот. Меня это очень жестко обламывает. А здесь это техника. Ты садишься и всегда под рукой как бы сколько сидишь, сколько хочешь только сидишь. А там, когда люди массажируют, такое ощущение, что, ну не знаю, почему-то мне их жалко иногда даже, что, блин, у него руки не устали, блин, столько времени массажировать. Я начинаю думать про то, что это какой-то другой человек. Нафига мне это надо? Человек устал. В общем, не массаж, а какая-то психологическая проблема. А здесь я могу сколько хочу. Сколько хочу по времени, в любое время суток. Вот. И хорошо сразу. Особенно это нужно блогерам. Ну, те люди, которые очень много за компьютером, потому что слишком долго сидите компом не очень, слишком часто заниматься спортом тоже времени нету. Периодически я, конечно, бегаю на спортивной дорожке там. Но вот это прям, знаете, спасательная капсула. Садитесь, полноценный массаж прогоняет полностью кровь. Вообще все ништяк сразу встает. Так что кофеечек попил, разогнал все это дело. Бывают такие моменты, когда вот ночью плохо спал, например, да, или там отлежал какой-то бок, уснул и какая-то часть болит. Вот сегодня у меня так. Отлежал, короче, руку и плечо, короче, ноет, потому что слишком долго лежал на этой части тела. Вот. И не поворачивался. Иногда такое бывает. Потом сажусь в кресло, это все дело массажируется и все ништяк. Так, хорошо. Вот. Так что пока что все спят. Пусть спят. Красота заключается в том, чтобы все спали столько, сколько хотели. Вот кто-то скажет, о, 12 часов, что спят, а ну подъем. Сейчас пойду всех это быстренько будить. Давайте, поднимайтесь. Вопрос. Зачем? Я кофе попил. Мне для меня не проблема покушать, приготовить. Вот я могу сейчас взять, покушать, приготовить. Но это не мне сейчас не надо, ни семье не надо. Вот. Дети выспятся. Жена хорошо выспится. Тем более у нее там с гемоглобином всякие заморочки. Чем дольше она спит, тем лучше, ну, бодрее она себя чувствует. Поэтому, ну, хотят, спят. Зачем мне будить? Дети у нас учатся дома, в домашнем образовании. Все успевают. И никуда мы не торопимся. А подниматься сейчас, заставлять всех подъем, подъем, чтобы что. Вот у многих такая какая-то проблема, типа, даже некоторые люди у нас ролик смотрят, видео. Я показываю там уже 12. Чего, до сих пор спят, что ли? А что делать? Зачем они должны вставать, бежать куда? В школу, на какие-то работы. Бежать, отчитывать о каком-то дяде, что я вот пришел на работу. Нет. Моя жена и дети спят столько, сколько им хочется. Я делаю все, чтобы это было возможно. Так что, сейчас я пойду, что делать? Пойду в свой кабинет. А, кстати, утром я вот встал, что я еще делал? Моя утрочка, это я вот встаю, иду в душ. Сначала в душ, умоюсь. Каждое утро, кстати, я хожу в душ. Душевая кабинка у нас, ништяк. Не знаю, вы ходите с утра, моетесь вообще. Не знаю, кто как, а у меня такая привычка. Вот, мне обязательно надо искупаться, борода, высушить бороду. И так свежо и хорошо себя чувствовать. Все, зашел, искупался, бодрячок, пошел кофеек. Информацию получил, массаж поделал. Но, предварительно, я вот выхожу, тут у нас постирочные есть. Между делом, вот, закидываю стирать. Вот, если у меня это есть возможность, почему бы и нет, например. И вот так вот мы. Кто успел, тот и сделал. Мне не в ламы. Гордина заполняется. По стирке. Вот, и я закидываю, пока смотрю кофе. Смотрю, там, телик, массаж, кофеечек. Стирка стирает. Вот, сейчас закончилось. Я вообще ничего не делаю, как пять минут моего времени. Потом достаю из стирки, закидываю в сушку. Это все. Есть вещи, например, которые не надо в сушку закидывать, потому что они уменьшатся. Вот такие вещи просто. Там один носок, он улетел. Носки, например, нельзя. Потому что они станут маленькие. Потом фиг ты оденешь. Вот. В основном, это, конечно, полотенце. Сушить. В какие-то там мелочевки. Это мы... Так. Последнее. Вот так. Это надо повесить. А это мы закидываем. Сушить. И все. Закрываем. Включаем. Запускаем. Вот пока у меня жена спит. Она проснется. Это постирано. Высушено. Я сейчас пойду работать. Она спустится, увидит, что это уже высушено. Все вот так вот сложит. Ну, там она раскладывает, уберет что-то. И мы друг друга не просим эти вещи делать. Как бы на автомате. Я увидел, сделал. Она увидела, продолжила это делать. Вот. Если там что-то надо, например, вот это. Повесила сушить. Вот. Надо. Я свои какие-то вещи увидел. Носки там. Труханы там. Все дела. Я раз собрал, убрал себе. Вот. Мои носки, например. Если это мое, я просто убираю сейчас там в шкаф. Все. И вот выстроили вот это вот круговорот. У нас нету, что это женское дело, мужское дело. Там. Какая вообще разница. Вы семья. И есть определенные задачи. Делайте. Все. А если буду сидеть ждать, когда это все постирается. Ну и получается кучу проблем возникает. Все. Пару минут все развесил. Это сушится 50 минут. Все. Я пошел в свой кабинет работать. На улице. Хорошо. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Сейчас я пойду работать. Я утром не люблю кушать. Тем более, когда кофе попью с деревенским молоком. Это деревенское молоко очень питательное. Вообще кушать не хочется. Я и так утром не люблю есть. Как бы завтрак не моя история. Мой завтрак это обед. И вот сейчас жена тоже проснется. Кофе тоже попьет или что-то там попьет, перекусит. И потом она приготовит что-то на обед. В основном это все очень вкусно. И позвонит мне. Скажет, что идем кушать. Все. А я как раз к этому времени завершу там свои какие-то рабочие моменты в компьютере. И все. Я прихожу уже кушать готово. Все сидят. Начинают обедать. Все. Все бодричком. Такой вот круговорот у нас. Сейчас может быть маленько вот на тренажере каком-нибудь побегаю. Минут тридцать. Наверное, вот на этом. Вечером я на беговой дорожке в основном. А утром вот на такой. Слишком много не загоняюсь. Знаете, вот так в пределах, что... Ну, хорошо, чтобы чувствовать. И все. Не перенапрягаюсь. Я не люблю заниматься спортом где-то там как сумасшедшая. Летом в основном мы здесь спортом не занимаемся, потому что у нас вся движуха это огород. Там достаточно делов в огороде. Мы очень много всяких разных штук сажаем. Ухаживаем за нашим садом. В общем, вся работа такая природная. Так как у нас сейчас зима, в принципе, на улице делать нечего. Даже снег не почистишь, потому что, ну, мороза и снега-то и нету. Все, что можно было почистить, почистили. Поэтому зимой как раз таки у нас работают вот эти три ножовы. Периодически я на них бегаю. Вот так вот. Вот.